И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала науч-студии. С вами я, Сергей Качан. Сегодня разбираемся, как посчитать емкость ватт-часа в ионисторе. Все довольно таки просто. Итак, поехали разбираться с этим вопросом. 3000 фарад ионистор, 2,8 вольта. Вопрос. Какое количество ватт-часа имеет такой ионистор? Напишите в комментариях, если кто-то знает. Сейчас я все расскажу, и вы все-таки напишите, у кого какой был ответ, не проматывая это видео. Расчет элементарный. По следующей, приведенной мною формуле, то есть формулу написал я лично. Этой формулы вы нигде не найдете ни в интернете, ни в книге, ни в учебнике. Значит, необходимо фарад умножить на вольты будет равняться сумма. Сумму разделить на коэффициент. И у вас получится количество ватт-часа. Коэффициент. Где взять коэффициент? Вот он написан. 2,568. Как я его получил? Я его рассчитал. Чуть позже расскажу как. Итак, что у нас получается? 3000 фарад умножаем на 2,8 вольта. Получаем 8400. Делим их на коэффициент 2568 и мы получаем 3,271 ватт-часа. Иными словами, ионистор 3000 фарад 2,8 вольта равняется 3,27 ватт-часа. А теперь произведем проверку, верно ли было рассчитано это значение. Достаем ионистор. Вуаля! Значение совпадает 3,27 ватт-часа. Иными словами, мною рассчитанная формула верна. А теперь задаемся вопросом. А каким образом это подсчитал производитель? Да очень просто. При помощи обыкновенного ватт-метра постоянного тока. Например, вот этого указанного на фото. Преимущество этого ватт-метра в том, что у него есть внешнее питание. Не внося погрешности в измерение подсчета электроэнергии. Ну а теперь, если сравнить огромный ионистор с обыкновенными литиевыми аккумуляторами 18650, то вот этот маленький аккумулятор имеет на борту 12,5 ватт-часа. Но у этого аккумулятора есть один минус. Он может отдавать всего лишь 20-30 ампер в пиковой нагрузке. Зато ионистор, несмотря на его небольшую емкость 3 с небольшим ватт-часа, способен при пиковой нагрузке заряда или разряда, принимая или отдавая 2400 ампер. Вот такая разница между литиевыми аккумуляторами и ионисторами. Спасибо за внимание. Комментарии приветствуются внизу в видео. Я обязательно все прочту. Мне очень интересно, что вы об этом думаете.